Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу читать из Кремлянам 8 глава 1 по 2 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Нет более никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе. Как сильно сказано, ведь мы сами себя обсуждаем, мы сами себя проверяем, мы сами видим, что здесь неправильно подумал, здесь неправильно сказал, здесь что-то неправильно сделал. Опять и опять просим просения у Бога, у людей, потому что вот так вот мы себя и должны контролировать. Но в Божьих глазах, когда мы приняли Иисуса Христа в наше сердце, когда мы признались перед Ним, назвали себя грешниками и людей, которые не верили в Него, а теперь верим, верим, что Он пришел на землю, чтобы спасти все человечество, Он взял на крест и мой грех. И я когда это молюсь с ними, я знаю, многие люди плачут, они принимают его в сердце, потому что для них это очень сильно, когда они воспринимают Бога, Бога во Иисусе Христе, который для них все совершил, чтобы мы были спасенными. Поэтому нет осуждения ныне в них, нет осуждения, потому что они приняли Иисуса Христа. Это очень важно знать, когда приходят сомнения, когда приходят всякие мысли, может быть, все же не так, я поступаю или делаю. Да, если я неправильно поступаю, я прошу прощения, исправляюсь, совершил грех, опять прошу Господи, прости меня. Очень важно, но я всегда знаю, что я в руках Господа. Это когда-то Лютер понял, он так мучился, когда находился уже в монастыре, был верующим, глубоко верующим, молился, постился, но все время осуждал себя, все равно не мог понять, что его сам Бог оправдал. И потом он понял, читая, так сказать, послание к римлянам, он понял это слово, где написано, так сказать, что нет осуждения, или что я беру, так сказать, праведность Христа. И когда я одеваю праведность Христа на себя, то, так сказать, моей праведности больше не видно. Поэтому он говорит такой интересный стих по-немецки, я постараюсь перевести, что кровь Христа и его праведность, это моя праздничная одежда. То есть я одел его одежду, и это так важно, чтобы я об этом всегда помню. Мне почему-то помогает очень важно здесь слово, которое я читаю в числах, 23 глава. Здесь идет речь о пророке Валааме. Пророк Валаам, это был особенный человек. Я не знаю, он жил в другом народе, не в Израиле, но он верил Богу. И он всегда приходил к нему, молился, это знал царь земли. И он направляет к нему, чтобы он пришел и проклял народ израильский, ибо они находились в состоянии войны. Пришли его князья, принесли подарки, принесли деньги, принесли одежды красивые. И вот Валаам видит их, но говорит, я должен помолиться Богу, спросить, могу ли я идти туда или нет. Он заходит, молится Богу. Когда он молился Богу, то Бог говорит ему такое сильное слово, не иди туда, это мой народ. И да, он выходит, я не могу идти, потому что Бог против. Они ушли. Потом приходит второй раз, потому что все слышали кругом во всем мире, кругом, что с Израилем и Богом они непобедимы, и поэтому надо их проклясть. И вот приходит еще раз, весь все эти знатные люди с подарками, и говорят, пойдем с нами, прокляни этот народ. Вот что делает Валаам, он точно знал, что ему не надо идти, но он идет еще раз, спрашивает Бога. И Бог видел его сердце, он говорит, идти или нет, он говорит, иди. Но скажи то, что я тебе скажу. И вот Валаам едет на ослике, так все перемещается, и вдруг ослик заговорил человеческим голосом. Он впереди увидел ангела с мечом, который ему запрещает идти, и он не может идти, он говорит, куда идешь, Валаам, ты идешь против Бога. Да, вот такая вот была история, осел заговорил, он больше увидел Бога, чем вот этот пророк сильный, да. Но Валаам пришел потом для того, чтобы проклинать, так, кстати, народ израильский, но не смог проклять. Он сказал то, что ему Бог вложил в уста. И потом вот эти вот замечательные слова, которые я здесь прочитаю, он увидел, что Бог никакой вины не увидел у Иакова. И нет несчастья какого-либо в Израиле. С ними Господь и их Бог, провозглашенный как царь среди них, и мощные рога для быка дикого, то Бог для них, выведший их из Египта. Да, вот это вот он увидел. Так, кстати, нету ничего плохого в Израиле. Израильчане, наверное, видели, наверное, Моисей видел, что там то и дело, что они то недовольные, то еще какие-то. Бог, он их взял под свою опеку. Они были его народом. Он в них не видел осуждения, ни проклятия. Немецкий перевод очень четко говорит, он не увидел ничего несправедливого среди них. И он, так сказать, защищает их. Они были победно, прошли весь этот путь. И, в конце концов, эта пророка Валаам, он дал, так сказать, советы, как можно народ израильский сбить с пути. Но, в конце концов, они победили. И Валаам, в общем, погиб, и погиб очень нехорошо. Человек, который общался с самим Богом, который слышал его голос, он погиб, потому что не выполнил волю Божью. И, так сказать, вот здесь вот заигрывал с царями, с богатством, и все, что это было, в Откровении мы читаем еще про него. Нет, наше желание верить Господу, наше желание мы отдали Ему наш путь. И нету осуждения больше нам, потому что мы во Христе Иисусе. Это не значит, что мы все всегда делаем правильно. Нет, простите прощения, когда вы поступаете неправильно. Ищите поступать лучше сегодня, чем поступали вчера. Да, но, тем не менее, мы под защитой Его. Нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это великое богатство. И мы надели одежду праведности, одежду Его праведности, и поэтому в глазах Божьих мы праведны и можем однажды быть с Ним в вечности, в том прекрасном мире, куда Он нас обязательно возьмет. Аминь.